Момент, когда вы не должны были смеяться, но ничего не могли с собой поделать. А перед началом хочу порекомендовать вам свой телеграм-канал с подборками товаров с Алиэкспресс. И в этом телеграм-канале я собираю лучшие товары по лучшим скидкам. Поэтому милости прошу по ссылке в описании и закрепленном комментарии. А теперь к ролику. День, когда умер мой племянник. Он был младенцем. Мы с моим братом поехали в магазин на углу, чтобы купить моей невестке тампоны. Мы весь день молчали, все были в шоке. Выйдя из магазина, мы ехали обратно в дом нашей семьи, где все были. И я сказал что-то вроде, я бы отдал свой левый орех за то, чтобы он остался жив. Мой брат посмотрел на меня и сказал, ну я отдаю это право тебе. У меня ведь нет левого ореха. Я долго смотрел на него, прежде чем сказать, подожди секунду, что? У тебя нет левого яичка? Да ты гонишь. И абсолютно серьезно он сказал, нет, ты не знал? Когда я был ребенком, оно было злокачественным и его пришлось удалить. После всех этих лет у меня не было абсолютно никакой мысли о том, что у него был один орех. Позже я попросил его девушку подтвердить, и это оказалось правдой. И по какой-то причине я просто подумал, что это была самая забавная вещь, которую я когда-либо слышал во всем мире. И мы оба начали ржать. Пришлось остановить машину, потому что мы сильно смеялись. Просто настоящий животный смех, который длился вечно. Я бы никогда не подумал, что в такой день будет столько смеха. Но это принесло столь необходимое облегчение. Мы хоронили нашу любимую семейную собаку. Ей было 17 лет, с которой я, мои братья и сестры выросли. Вся моя семья была на грани слез, когда я копал могилу на заднем дворе. Из ниоткуда я выкопал нашего хомяка, которого мы положили в три пакета зиплок, пакеты с замком, и похоронили пять лет назад. В пакете все еще были твердой частью его тела и много противной жидкости. Я забыл, что мы похоронили его там. Мы все смотрели на это с отвращением и начали посмеиваться, как маленькие дети. Это определенно разрушило момент, когда мы хоронили нашу собаку. На уроках рисования в шестом классе моя учительница разозлилась. У нее была привычка разглагольствовать, сердиться на собственное разглагольствование, а потом взрываться. Это было весьма занимательное зрелище. Однажды она разозлилась на класс за то, что день прошел очень легко. Она сердито разглагольствовала о своем глубоком увлечении искусством, а затем заявила, когда я вижу скалу, я не вижу в ней скалы, я вижу искусство. Это меня заводит, это меня заводит. В молчаливой паузе, последовавшей за ее словами, я издала единственный резкий смешок, который привел класс в истерику. Она чуть не исключила меня с курса. Похороны дедушки. На зеркале в ванной висела наклейка на бампер с надписью «Старые рыбаки никогда не умирают, они просто так пахнут». Вспомнив о ней, я начал хихикать с попытками успокоиться, но ничего не вышло. Когда мой брат спросил меня, что со мной не так, я прошептал ему на ухо эту фразу. Вскоре весь наш ряд прямо за бабушкой фыркал и пыхтел. Она повернулась, чтобы попытаться нас утихомирить. И тогда мой брат прошептал ей это на ухо. Она замерла, затем повернулась лицом вперед. Вскоре ее плечи затряслись, когда она боролась со смехом вместе со всеми нами. После службы она сказала нам, что дедушка был бы рад знать, что наклейка на бампер вызвала столько смеха. Мои тети только что сделали пластическую операцию. Подтяжку лица и инъекции губ. И она все же нашла в себе смелость приехать ко дню рождения моей бабушки. Когда она сняла свои бинты, о боже, мне все еще стыдно, когда я об этом думаю. Но я заржал во весь голос. Я почти скатился с дивана. Я смеялся и плакал. Прости, тетя, но ты выглядишь как Барби. Моя мама очень любит старые церкви и классическую музыку. И однажды я нашла статью о том, как какой-то местный оркестр устроил благотворительное шоу в этом старом соборе примерно в двух часах езды. Мы наряжаемся, ужинаем вместе и идем в очень мрачную католическую церковь. Наполненную супер богатыми людьми, приезжающими, чтобы увидеть этот оркестр и пожертвовать тонны денег. Мы с мамой здесь совершенно не в своей стихии, но нам удалось сесть на отличные места. Мы сидим перед двумя старухами, с которых свисают изысканные украшения и пахнят ужасными духами. Они старые богачки, которые сидят и хмурятся на всех. В какой-то момент возникает небольшая музыкальная дуэль между Гоубоем и Скрипкой. Эти два исполнителя шли друг на друга и их лица и тела просто выглядели странно. У Гобоиста была фанковая шея, как у индейки, встретившей жабу. А Скрипачка делает эти абсурдные маленькие покачивания, когда она играет. И моя мама и я просто змираем в попытке не засмеяться. Прошло добрых три минуты, как мы пытались подавить смех, и у меня по лицу текли слезы. Я, наконец, больше не могла этого выносить. Я извиняюсь и практически бегу в ванную, дрожа от смеха. Я ожидала, что мама пойдет вслед за мной. И как только я вышла из кабинки, дверь распахивается, и мама входит в истерики, фыркая и плача от смеха. Что, конечно, снова заставляет меня хохотать. Наконец, мы начинаем контролировать себя, и я начинаю извиняться, рассказывая ей о Гобоисте. А она рассказывает мне о Скрипачке практически одновременно. Затем она говорит мне про самую лучшую часть. Две старушки, которые были позади нас, увидели, как я ухожу, и одна из них говорит. Я никогда не видела такую молодую особу, которая была бы так тронута музыкой. Я решила Элли, что пожертвую сегодня. Я пожертвую 10 тысяч этой церкви, 10 тысяч группе, и еще 5 тысяч долларов в любой школе, в которой учится эта девочка. Чтобы я могла финансировать их музыкальную программу. Женщина наклоняется вперед, чтобы поговорить с мамой, но мама просто убегает в ванную. Старушки находят нас позже, хвалят нас за нашу большую страсть. И фактически предлагают заплатить деньги моей школе. Я почувствовала себя настолько виноватой, что отказалась и попросила ее предложить эти деньги одному из молодых музыкантов, которые присутствовали на спектакле. И насколько мне известно, она сделала это. Мы с мамой так и не увидели конца шоу, но ходили по церковному залу, пока представление не закончилось. Мы начинали хихикать каждый раз, когда подходили к дверям, и нам приходилось сделать еще один круг. С тех пор мы поклялись никогда больше не ходить куда-нибудь вместе, потому что мы серьезно не можем держать себя в руках. Средняя школа. Класс английского языка. За несколько дней до того, как я попал в беду из-за того, что проспал и едва успел на свой первый урок, мой учитель назвал меня медведем в спячке. Это показалось мне забавным. Через несколько дней мы делаем устные отчеты. Был один парень, который заикался и сдавал свой доклад. Он старался, и класс был терпелив с ним. Затем он дошел до точки в своем отчете, где он начал говорить о медведе в своей книге, заикаясь. Вспоминая, что несколько дней назад меня назвали медведем, я рассмеялся. Весь класс ахнул от ужаса. Я не смеялся над ребенком за то, что он заикался. Но я понял, что именно так это и выглядело, поэтому я даже не пытался оправдаться. Я был в отпуске с моей девушкой и ее семьей. Ее мама готовила кофе, когда случайно пролила на лицо моей девушке кипящую воду. Ей было очень больно. Ее щека и лоб покраснели от ожога, и когда я неуклюже стоял в этой ситуации, чувствую себя некомфортно, я невольно засмеялся над тем, как смешно она выглядела с этими красными отметинами. Она разозлилась на меня. Я был готов уйти домой после этого. Моя мама старается не брать меня туда, где ей нужно быть серьезной, потому что я заставляю ее слишком сильно смеяться. Мне просто становится скучно, и я начинаю шутить. Последний раз это случилось у врача, когда мой брат сломал ногу. В этот день он впервые попытался ходить без костылей. Я прошептал ей что-то очень глупое. Я думаю, что это было адезатрия дезинфицирующего средства для рук, что именно я не могу вспомнить. Она начала хихикать, а доктор и мой брат смотрят на нее с непониманием, потому что думают, что она смеется над тем, как ее сын пытается ходить. Это заставило меня тоже начать смеяться, а мой смех еще больше смешил мою мать, и она начала смеяться еще громче. Она все никак не могла остановиться, и в итоге ей назначили встречу на другой день. Она была слишком смущена, чтобы вернуться к этому доктору, поэтому пошла к другому. Мне не разрешили прийти. Буквально каждый раз, когда я вижу, как маленький ребенок падает. Я и мой друг были в кинотеатре на премьере фильма «Мстители. Финал». И в момент, когда Сокол сказал остальным мстителям, что Наташа мертва, я пошутил, и мы с другом начали громко смеяться в тихом зале. «Пригласил девушку на балет. Не совсем моя стихия, но она была танцовщицей, и я знал, что ей понравится. Все было прекрасно до тех пор, пока кто-то из зрителей не выпустил сверхзвуковой пердеж. Мы были в 20 рядах от того человека и чувствовали ударные волны, которые обдали нас. Мы оба посмотрели друг на друга и постарались не рассмеяться, но в итоге разразились истерикой. Как ни странно, мы получили более грязные взгляды и плохую реакцию, чем тот шептунист». Это были похороны моей тети. Она была известна в семье как мошенница и вообще нечестная, хотя и добрая женщина. Человек, произносивший хвалебную речь, и я предполагаю, что он был директором похоронного бюро, начал с того, что миссис тетя была образцовой женщиной. Сразу же вся семья и друзья, включая и меня, разразились смехом. По сей день я сомневаюсь, что кто-то из нас чувствовал себя плохо из-за этого, потому что моя тетя смеялась бы первой и сильнее всех. Моему дедушке 90, и у него есть некоторые проблемы с недержанием. Он делает все возможное, чтобы справиться с этим, но не всегда добирается до ванной вовремя. Однажды его жена, моя бабушка, разозлилась на что-то и сказала ему «Отвали». Он ушел в спальню. Некоторое время он не появлялся, и бабушка пошла проверить его. Он обмочился в своей постели. Когда она находит его, он смотрит ей прямо в глаза и говорит «Теперь ты счастлива?» Я знаю, что не должен был смеяться, но я не смог удержаться. Я люблю своего дедушку. На самом деле он на 120% состоит из юмора. А на этом все. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также, если не сложно, оставляйте комментарий более чем из четырех слов. Это очень поможет продвижению данного ролика в рекомендации. Большое спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok